Ну а в нашей студии уже появились гости и я хочу их представить. Это Лилия Мамотенко, главный штатный специалист, физиатор Министерства здравоохранения Крыма и Ирина Ткаченко, директор Крымско-Республиканский клинический центр физиотерапии и пульмонологии. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы о туберкулезе. Итак, чем же страшна эта болезнь? Ну, туберкулез это инфекционное заболевание. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Почему 24 марта? Потому что именно 24 марта 1882 года Роберт Кох открыл эту бактерию и понял и объяснил человечеству, что это инфекционное заболевание. Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем в основном. Поэтому заболеть туберкулезом может любой человек, у которого снижен иммунитет, который иногда ведет неправильный образ жизни, но в то же время сейчас заболевают люди и социально сохраненные, потому что вы все знаете, что мы сейчас много работаем, хотим принести благосостояние в свои семьи, мало отдыхаем, от этого снижается иммунитет, и человек тоже может заболеть туберкулезом. То есть банальный недосып, да, вот и усталость, они в итоге… Да, да. Это все ведет к снижению иммунитета, а следовательно при снижении иммунитета есть возможность заболеть туберкулезом. Ну скажите, давайте тогда поговорим сразу о первых признаках, может быть не первых, о том, на какие вещи нужно обратить внимание, чтобы оперативно среагировать. Ну, во-первых, надо обратить внимание, когда человек кашляет более трех недель. Если у человека в течение этих трех недель и больше есть небольшая суфибрильная температура, это 37,2-37,3, если человек больше устает, если у него снижается работоспособность, потливость появляется, и это все длится более трех недель, безусловно, надо обратиться к врачу, в первую очередь сделать флюорографию и выяснить, есть заболевание туберкулезом или нет. А далее? Хорошо. Все эти анализы показали, что у заболевания есть. Какие шаги дальше должен человек предпринять? Ну, далее, уже если выявлен туберкулез в общей лечебной сети после прохождения флюорографии, врачи-терапевты или любые врачи, которые выявили на флюорографии туберкулез, направляют к нам в противотуберкулезный диспансер. У нас поликлиника находится на Богданах Мельницкого, 17. Она принимает как жителей города Симферополя, так и жителей всей республики. Лилия Амитриевна. Да, и уже там у нас продолжается полное обследование и уточняется, действительно ли это туберкулез. И позвольте вас спросить, Лилия Амитриевна, скажите, пожалуйста, как много больных сейчас поступает? Тенденция увеличивается, уменьшается? Нет, ну за последние 6 лет мы достигли значительных результатов в борьбе с этим тяжелым заболеванием. У нас заболеваемость снизилась на 27% и смертность снизилась на 55%. Это очень много. Это много, но тем не менее заболеваемость в Крыму на 20% превышает общие российские показатели. Поэтому работать нам еще и работать. А это с чем связано, как по-вашему? Ну, во-первых, вы же не забывайте, Крым исторически сложившееся место лечения туберкулеза. Куда ехали люди из позапрошлого века, это место, где лечили туберкулез, когда не было антибактериальной терапии. И правдами и неправдами люди едут и сейчас, причем едут с серьезными формами туберкулеза и стараются остаться здесь на постоянное место жительства, что Крым, это как последняя надежда, излечиться. Поэтому это одна из наших причин. Не догадок, а причин. Вторая. Миграция населения. Мы знаем все, да, вот сейчас весна, сейчас начнутся стройки на южном берегу, кто туда приезжает. Потом вот эти большие, крупные наши стройки, Таврида, Крымский мост был, тоже очень много людей приехало и не все они были обследованы. И были люди, которые как-то, может быть, работали неофициально. То есть это все идет так же вот то, ну сейчас в связи с коронавирусом, да, немножко наши перемещения ограничены, а так люди же постоянно перемещаются, мигрируют. И поэтому вот эти причины, которые приводят. Потом вопросы уже организации борьбы с туберкулезом, да, выявления. Это тоже очень важный вопрос. Ведь каждый год мы проводим вот такие встречи с журналистами, мы рассказываем людям. И это в течение года мы постоянно рассказываем, что чем быстрее выявлен туберкулез, тем легче его победить. Тем более особенности сегодняшней эпидемии – это развитие туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Устойчивостью и лечение – это когда микроб наш, микобактерия туберкулеза, устойчива к основным препаратам. И там приходится лечить уже намного длительнее, до 20 месяцев. И количество препаратов, применяемых в схемах лечения, намного больше. Это тяжело. И нам нужно сопровождать этого больного. И все наше общество, мы заинтересованы в том, чтобы этот больной долечился. К сожалению, у нас прерывают лечение больные, потому что не везде на местах организовано контролируемое лечение. Потому что больной туберкулезом должен каждую дозу препарата принять под контролем медицинского работника. Вот это очень важно. А почему именно так важно? Для того, чтобы не формировалась устойчивость. И для того, чтобы мы были убеждены, что человек выпил все дозы и излечился. Ирина Юрьевна, скажите, пожалуйста, смертность от туберкулеза выше, чем от коронавируса или ниже? Можем как-то вообще сравнивать? Ну, не сравнивать, понятное дело. Здесь, понимаете, сравнивать достаточно сложно. Но вот смертность от туберкулеза в прошлом году у нас в Крыму умерло 147 человек от туберкулеза. Как бы сравнить со всем миром Крым и смертность от коронавируса и от туберкулеза – это несравнимые вещи. Но я считаю, что смертность достаточно высокая. Я думаю, что к туберкулезу не такое пристальное внимание по сравнению с коронавирусом. Потому что туберкулез – это очень старое, древнее заболевание. Еще в костях мамонта были обнаружены микобактерии туберкулеза. И не так быстро туберкулез распространяется, как коронавирус, безусловно. Но смертность тоже достаточно высокая. Ну, смертность, я даже скажу, выше, чем при коронавирусе. Потому что ежедневно 4000 человек умирает от туберкулеза в мире. Понимаете, и заболевает 10 миллионов в год. Вот сейчас мы видим, мы не знаем, конечно, сколько заболеет коронавирусом, дай бог, чтобы эта эпидемия остановилась. Но с декабря, когда были первые сообщения о заболеваемости, заболело в мире 300 тысяч. Ну, за полгода, да, получается? Ну, чуть меньше. Но, тем не менее, это значительно меньше, чем заболевает от туберкулеза. Но, как сказала моя знакомая, да нет, ну от туберкулеза же не так быстро умирают. Ну, действительно, поэтому и проблемы, наверное, меньше. Но это очень серьезная проблема, и это зависит от каждого человека. Если ты кашляешь 3 недели, не надо идти в аптеку и покупать, советоваться, какие сиропчики купить. Нужно пойти к своему врачу, терапевту или семейному врачу, сдать анализ мокроты на микобактерии и туберкулеза и пройти рентгенологическое обследование. Независимо от того, насколько ты недавно делал обследование, флюорографическое или рентгенологическое. Потом люди из групп риска, которые и сейчас больше подвержены и коронавирусу, и туберкулезу. Это люди, которые болеют сахарным диабетом, это люди, которые болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это люди, которые принимают препараты, которые снижают иммунитет. Цитостатики, иммуносупрессоры какие-то. Поэтому вот это тоже группа риска. Они и по коронавирусу группа риска, и по туберкулезу. У этих людей возможность заболеть выше. Спасибо вам большое, что пришли и поговорили с нами на такую важную тему. А тем временем мы предлагаем вам посмотреть нашу следующую рубрику. Субтитры сделал DimaTorzok